У меня к вам очень простой вопрос. Верите ли вы, что когда-нибудь вы уже не будете жить в мире, который был дан вам изначально? Вы будете жить в мире, о котором мечтали? На счету должна быть каждая секунда. Нужно заглянуть в будущее и увидеть его, а затем вернуться в реальность. Мыслите широко, мечтайте масштабно, но начинайте с малого. Начинайте с того места, где находитесь, с тем, что имеете, потому как то, что вы имеете, этого уже более чем достаточно. Самый большой враг, с которым вам приходится иметь дело, это вы сами. Есть старая африканская поговорка, которая гласит, если нет врага внутри, никакой враг снаружи не сможет причинить вам вреда. Вам не нужно быть идеальными. Слышите меня? Прямо сейчас среди вас есть те, кто должен был записать диск, написать книгу, поступить в институт, получить степень, начать свой бизнес. Есть так много вещей, которые вы должны были сделать. Вы должны были сделать, но не сделали, потому что вы боитесь. Вы считаете, что не боитесь, но нет, вы боитесь. Вы боитесь потерпеть неудачу, вы боитесь совершить ошибку, вы боитесь, потому что вы не идеальны. А я вам говорю, вы не должны быть идеальными. Слышите? Вам не нужно быть идеальными, чтобы получить то, что хотите, делать то, что хотите, иметь то, что хотите, быть тем, кем хотите. Вам не нужно быть идеальными, вам нужно видеть. И когда я говорю «видеть», я имею в виду видеть еще до того, как что-то произошло. Именно так делают великие люди. Они видят вещи еще до того, как они случились, но они каждый день их создают. Сначала они видят, а затем они встают с кровати и тратят понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье на то, чтобы этот образ сделать реальностью. хотя в начале у них ничего не было. В вашей жизни не наступит правильное время для того, чтобы совершать великие вещи. Если вы будете ждать идеальный момент, он никогда не наступит. Знаете, что вы должны делать? Вы должны сами создать идеальный момент, идеальное время, идеальную возможность, идеальную ситуацию. Многие люди со временем расслабляются. Они перестают расти, перестают чего-то хотеть. Их все устраивает. Люди готовы ходить на работу, которая им не нравится, на работу, от которой их тошнит. Понимаете, когда вы не преследуете свою цель, вы буквально совершаете духовное самоубийство. Когда у вас есть некая цель, к которой вы стремитесь и тянетесь, вы покидаете свою комфортную зону. И тогда вы находите в себе таланты и способности, о которых вы даже не знали. Легко находиться на дне. Чтобы быть неудачником, не нужно никаких усилий. Не нужно никакой мотивации, не нужно никакого адреналина, чтобы оставаться внизу, на низшем уровне. Но находясь в самом низу, ты должен взять волю в кулак и сказать «Я себя испытаю». То, что вы сделали на прошлой неделе, уже не имеет значения. Самый важный день – это день сегодняшний. День содержит 86 400 секунд. И крайне важно, как именно вы их используете. Сегодня у вас 86 400 секунд. И то, что вы сделаете сегодня, покажет, кто вы. Никто не будет говорить о том, что вы сделали на прошлой неделе. Если вы чего-то хотите достаточно сильно, тогда вы пойдете за этим и будете бороться. Ради этого будете работать день и ночь. Вы будете отказываться от личного времени, от покоя, если вы мечтаете о чем-то, без чего ваша жизнь кажется бесполезной и ничего не стоящей. Когда-нибудь вы придете к своим мечтам, но вы никогда там не окажетесь, если вы сдадитесь, если откажетесь от того, во что верили. Вы должны хотеть добиться успеха так же сильно, как хотите дышать. Чтобы добиться успеха, не нужно выглядывать в окно, пытаясь найти там кого-то, кто приведет вас к успеху или поверит в вас. Нужно всего лишь посмотреть в зеркало. Не нужно, чтобы в тебя верили 15 или 20 человек. Для успеха достаточно, чтобы в тебя верил всего один человек. Ты сам. Один молодой человек как-то пришел на встречу с большим гуру и сказал, я хочу быть таким же успешным, как и ты. Гуру ответил ему, тогда встретимся завтра в 4 утра на пляже. Молодой человек говорит, но я не хочу плавать, я хочу зарабатывать деньги. А гуру ему говорит, если хочешь зарабатывать деньги, жду тебя завтра на пляже в 4 утра. Молодой человек приходит туда в 4 утра. Его встречает гуру и спрашивает, как сильно ты хочешь быть успешным. Очень сильно, отвечает молодой человек. Хорошо, говорит гуру, тогда заходи в воду. Парень заходит в воду по пояс, думая про себя. Этот человек сумасшедший. Зайди еще глубже, говорит гуру. Молодой человек идет дальше, и вода уже около шеи, а затем он разворачивается назад. Гуру говорит, я думал ты хочешь быть успешным. Да, отвечает молодой человек. Тогда зайди еще дальше, говорит гуру. Однако молодой человек разворачивается и начинает выходить из воды. Но гуру в этот момент хватает его за голову и окунает в воду. И держит его под водой. Молодой человек пытается вырваться, но гуру продолжает его держать. Но затем он все-таки поднимает его из воды. У меня есть к тебе вопрос, говорит гуру. Когда ты был под водой, чего ты хотел больше всего? Я хотел дышать, ответил молодой человек. И тогда гуру сказал, когда ты захочешь быть успешным так же сильно, как ты хочешь дышать, тогда ты будешь успешным. Так вот, когда вы придете к тому, что успеха вы будете желать так же сильно, как хотите дышать, тогда вы будете успешными. Когда ты задыхаешься, тебе не до футбола, телевизора, тебе все равно позвонит ли тебе кто-то, тебе все равно пойдешь ли ты в пятницу вечером погулять с друзьями. Когда вы задыхаетесь, единственное, о чем вы думаете, это о том, как захватить немного воздуха и все. Большинство из вас говорят, что хотят быть успешными, но вы не хотите этого сильно, по-настоящему. Вы как бы хотите этого. Вы не хотите этого больше, чем пойти на вечеринку. Вы не хотите этого больше, чем хотите спать. Многие из вас хотят добиться успеха, но когда устают, они сдаются. Однажды ко мне пришел человек и заплакал, а я сказал ему, не плачь ради того, чтобы сдаться, плачь ради того, чтобы продолжать. Тебе уже больно, так награди себя за это. Важнейшая вещь. В любой момент быть в состоянии пожертвовать тем, кто ты есть, ради того, кем ты хочешь стать. Может быть я кого-то обижу, но вот что я скажу. Ваш телефон для вас важнее, чем ваш успех. Некоторым из вас нужно отказаться от мобильного телефона, потому что время, которое вы тратите на свой мобильный, может быть использовано на достижение успеха. Время, которое вы могли бы провести с пользой, вы тратите на телефон, который не приносит вам ничего, кроме счетов на оплату. Боль временна. Она может длиться минуту, или час, или день, или даже год. Но в итоге она утихнет, и нечто другое займет ее место. Но если я сдамся, она продлится вечно. Вы должны отдавать всего себя. Хватит смотреть телевизор, хватит ходить на вечеринки, хватит болтать по телефону. Алло, извините, но не могли бы вы перезвонить в следующем году? Да, я серьезно. Вы набрали правильный номер, но позвонили мне в неправильное время. Я сейчас немного занят. Перезвоните мне в январе. Лично я там, где я и хочу быть. Потому что когда-то я понял, что я должен отдавать всего себя. Я должен этим жить, я должен этим дышать. И пока вы не дойдете до этого, вы никогда не будете успешными. Но как только вы это поймете, я гарантирую вам, мир станет вашим. Работайте изо всех сил, и у вас будет все, что пожелаете. Субтитры создавал DimaTorzok